Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире первого ярославского программа «Город» в студии Антон Голицын. Сегодня мы говорим о теме горячей для всех ярославцев. Это тема уборки города. Я представлю наших гостей, скажу заранее, что наши гости по ходу программы будут меняться, у нас будут новые гости. Итак, сегодня в студии депутат муниципалитета Ярославля, председатель фракции «Единая Россия» в муниципалитете Павел Зарубин. Павел Маркович, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. И Владимир Николаевич Козыкин, это заместитель директора компании «Трасса». Компания «Трасса» — это генеральный подрядчик по уборке города. Напомню эту историю. Компания «Трасса» выиграла этот конкурс с огромным падением. Более чем в три раза упала. Со 180 миллионов до 50 с небольшим миллионов рублей. Ну и на прошлой неделе выпал снег. Выпал снег, который привел к множеству аварий, к пробкам в городе. Вот вы сейчас видите одно из таких видео. Оно было снято в ночь со среды на четверг на Октябрьском мосту. Мы видим, что аварии буквально одна за другой происходили. К сожалению, утром уже были многочисленные пробки. И ярославцы, которые опоздали на работу, опоздали в школы, в детские сады, винили во всем городские власти. Городские власти винили во многом подрядчика. Это у трассы, которая здесь присутствует. И вот сегодня мы попытаемся разобраться в проблеме, кто же все-таки виноват в том, что происходит на улицах Ярославля. И что нам делать. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам, высказать свое мнение по телефону 744-614. Сразу предупрежу, что много звонков принять мы не успеем, поскольку много гостей в этой студии. И дискуссия обещает быть жаркой. Итак, первый вопрос у меня к Владимиру Козыкину, заместителю директора трассы. Вот ваша компания упала столь значительно на этом конкурсе. И сразу раздались голоса, что вы не сможете убирать за такие деньги город. На что все-таки вы рассчитывали и с чем смотрите вперед? Ну, мы контракт выиграли с 1 августа. Мы вышли на уборку. По летнему содержанию, я думаю, что город содержался удовлетворительно. Несмотря на падение, все необходимые мероприятия по уборке города проводились. С заказчиком работаем, в общем-то, тесно в сотрудничестве. Какие-то замечания устраняются своевременно. На зимнее содержание, да, может быть, перешли не совсем вовремя. Вот сейчас город убирается в данный момент. Я считаю, что на оценку хорошо. Есть некоторые замечания. Ваша оценка какая в данном случае? Моя оценка, она соответствует оценке 600 тысяч ярославцев. Потому что 600 тысяч ярославцев ежедневно сталкиваются с тем, что тротуары не чищены, остановочные комплексы во льду, проезжая часть фактически либо вот такой гололед, как мы только что видели, либо обочины совершенно не счистятся. У нас фактически не вывозится снег. У нас не вовремя приступила вся уборочная техника. О чем говорить, если по официальной информации, которую доносит исполнительная власть, у нас работает 50-60 единиц техники. Вот сегодняшняя информация. Для эффективной уборки по нормативам должно быть минимум 268 единиц техники. То есть, когда техники в 4 раза меньше, когда водителей не хватает, когда у нас по большому счету не делается ремонт, уборка так качественно, как она должна проводиться, мы все сколтнулись. На самом деле, это только начало. Потому что, на самом деле, тот снежок, который был, называть его серьезным снегопадом... Ну, 3 сантиметра осадков, это все-таки довольно немного. Это довольно много. И поэтому депутаты муниципалитета достаточно увидели, что если даже с таким снегопадом у нас есть колоссальные проблемы в городе, большое количество пробок, более 180 аварий, то, соответственно, мы приняли решение завтра неочередным образом собраться. Завтра будет неочередное заседание муниципалитета в 2 часа, на котором подробно рассмотрим работу и общественного транспорта, и управляющих компаний, и ООО «Трасса», и исполнительную власть. То есть, всех тех, которые ответственны за уборку в городе. Павел Маркович, давайте немножко о будущем поговорим чуть попозже, дадим Владимиру Николаевичу ответить. Что вы можете сказать на эти претензии по нехватке техники? Все-таки грандиозные цифры, более 200 и 60, которые выходят сегодня. Вы как-то сможете этот дисбаланс убрать? Да, мы работаем. То есть, сейчас у нас поступает техника в процессе. Завтра в Кировский район выйдет 3 единицы дополнительно по уборке тротуаров, потому что необходимо тротуары убирать, посыпать. В ближайшее время, я думаю, в течение 10 дней, еще 10 единиц техники, дорожной техники поступит. Контракты все заключены. Техника поступает, оборудуется, выходит на улицы города. Все-таки вот эти 10 дополнительных единиц техники, ведь это не 150, не 200, которые необходимы. Вот дальше-то как вы сможете справиться с этим? Вы просчитывали эти варианты? Или же количество нормативной техники завышено, на ваш взгляд? Я считаю, что оно, я думаю, что это цифра с учетом экстренных ситуаций. На этот счет у нас есть предварительные договоренности с коллегами, с дорожниками, которые готовы выйти и помочь нам в критической ситуации. Понятно, ваша позиция. Давайте послушаем мнение Ярославцев. У нас есть звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Валерий Владимирович. Я должен сказать, вы собираете или делаете бури в стакане воды. Прежде всего нарушается 44-й закон о госзакупках. Никто из вас, сидящих в студии, никто его до конца не читал. Никто не имеет права выходить на аукцион, если у него есть отрицательные, это в законе записано, отрицательные негативные явления по части своей работы. К аукциону допускается только те, у кого положительно не перебивая, Антон, я тебя знаю. Я думаю, что виноват в создавшейся ситуации, то, значит, госзаказчик, который допустил, как можно 50 раз снимать цену больше, чем 10% никому не разрешено. Потому что 5% это непредвиденные расходы заказчика и 5% не разрешено. Валерий Владимирович, как Ярославец оцениваете уборку города сегодня? Ну, слушайте, у меня кроме мата ничего нет. Понимаете, стыдоба такая. Слушайте, ребята, вы взрослые люди. Так нарушать закон 44-й, это преступление. Ну, Валерий Владимирович, к сожалению, если бы закон такого не позволял, итоги данного аукциона не были бы признаны. Но сейчас задача не только разобраться, кто прав, а кто не виноват, а сегодня на самом деле задача сделать экстренные меры для того, чтобы исправить ситуацию. На мой взгляд, нужно сделать следующее. Первое. Подрядчик так и будет в десятки раз падать, если его не наказать. Поэтому мое предложение разорвать контракт с ООО «Трассой», предъявить ему банковскую гарантию на 75 миллионов рублей, 75 миллионов рублей получить в бюджет города Ярославля и наказать не словами, а наказать делом подрядчика один раз, чтобы ему неповадно было через месяц снова выходить на аукцион с падением и без техники. Это первое. Второе, что нужно сделать, это при той ситуации, которая у нас сложилась, мы имеем право по котировкам после разрыва контракта заключить договоры, непосредственно договоры по каждому району города. Мы понимаем, что целиком город убирать можно и по районам, и привлекать разные подрядные организации. И только с общими усилиями разных подрядных организаций, в том числе муниципального предприятия ОСАХ, убирать город. А после этого провести таким образом аукцион на 1 января на 2015 год, чтобы у нас не было ни добросовестных подрядчиков, а как только мы разорвем договор с подрядчиком, он не будет иметь возможность участвовать в следующем аукционе. И, соответственно, заложить возможность участия в МУПСах. Только наше спецавтохозяйство по всем нормативам может убирать. Если у нас по нормативу на 180 миллионов рублей мы должны убирать, а подрядчик убирается за 50, о каком качестве мы говорим? Даже больше не 180, на самом деле уже эта цифра в два раза занижена. У меня встречный вопрос. Что вы-то будете делать, если все-таки мэрия примет решение разорвать с вами контракт? Павел Маркевич говорит, конечно, все это выглядит красиво. Неужели вы согласитесь с этим и просто расторгнете и все? Нет, конечно. Мы же готовимся содержать город. Мы закупаем технику. Вам осталось город содержать ровно два месяца. Два месяца вам осталось у вас до конца контракта два месяца. Соответственно, вы пойдете в суды. Да, зима не кончится, но в этом плане, насколько я понимаю, для того, чтобы готовиться, нужно было готовиться в июле, в августе, в сентябре, в половине октября. Когда мы говорим о том, что вы три с половиной месяца фактически бездействовали с точки зрения приобретения техники, а сейчас последние два месяца понятно, потому что вы хотите и следующий контракт выиграть с двойным, тройным, пятерным падением, и все сделаете для того, чтобы вас, а, не разорвали контракт и, б, не включили в недобросовестные подрядчики. Поэтому завтра на муниципалитете мы не имеем, муниципалитет, право разрывать с вами контракт. И мы его заключали. Но свои рекомендации исполнительной власти дать и свою обеспокоенность высказать данной проблемой мы будем обязаны. Дальше уже исполнительная власть будет нести полноту ответственности за ту ситуацию, которая сложится. А на самом деле снег-то небольшой. Как будет в экстренной ситуации развиваться ситуация? Я понимаю, что вы хотите перебросить с области. Павел Маркович, давайте нашему гостю все-таки дадим возможность прокомментировать ваши слова. Все-таки вот ваши действия в случае разрыва контракта в одностороннем порядке. И по каким основаниям мэрия может это сделать? Я просто напомню Павлу Марковичу, что в пятницу зам мэра Степанов говорил о том, что расторгнуть контракт невозможно. Вот так ли это? Я не готов юридические вопросы рассматривать. То есть, возможно, невозможно. Мы будем работать. Будем убирать город. А уж заказчик пусть решает. Но если так произойдет, что контракт расторгнут, вы пойдете в суды? Или вы просто смиритесь с этой ситуацией и будете там, попробуете в следующем конкурсе участвовать? Я думаю, что мы будем участвовать в следующем конкурсе. Понятно. Для того, чтобы не участвовали недобросовестные подрядчики в следующем конкурсе, мы должны разорвать контракт и занести в список недобросовестных подрядчиков. Пока у нас ситуация и по дорожной отрасли, по строительству и ремонту дорог, и по уборке такая, какая есть, в связи с тем, что никто... Все мы очень много говорят о том, что нужно бороться с недобросовестными подрядчиками, а юридически ни одного действия не сделают. Поэтому сейчас, когда весь город видит, как убирается город, есть уникальная возможность включить действительно все юридические механизмы, разорвать контракт и не допустить этого подрядчика на следующий конкурс. Иначе ситуация повторится и после 1 января 2015 года. Я еще хочу напомнить, что у трассы, которая выиграл у нас этот генеральный подряд, не одна сегодня убирает город. На самом деле на субподряде две организации. Это наше как раз муниципальное спецавтохозяйство по уборке города. Оно убирает Фрунзенский и Красноперекопский районы. Причем за большую часть суммы контракта, за 40 миллионов рублей. И у меня вот в связи с этим вопрос Владимиру Николаевичу. Деньги-то спецавтохозяйству платятся в рамках субподряда? А как же, это же договорные обязательства. Мы их обязаны выполнить. И никто, я думаю, что не сомневается, ни САХ, ни основной заказчик. А можете сказать, сколько на данный момент уже денег САХу за выполненные работы по субподряду вы перечислили? А деньги перечисляются по факту выполнения работ, то есть закрытия месячного выполнения. Вот сейчас, на сегодняшний момент, у вас общий контракт, насколько я понимаю, в районе 40 миллионов рублей. Вот из 40 миллионов рублей сколько у трассы перечислило спецавтохозяйство? Я не готов сказать. Не готов. Получается, что вы за 40 миллионов убираете 2 района и 4 района вы убираете за 10 с небольшим миллионов. Правильно я понимаю? Ну, вы арифметику сказали. Павел Маркович, у нас уже ждут следующие гости. Мы вернемся после короткой рекламы, но сначала я хочу послушать еще один звонок телезрителя. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Горшков, Виктор Геннадьевич. По поводу магистральной улицы, где между первой и второй отопленной аппаратурой бывшей площадки лежат очень большие высокие полицейские из асфальта. Проехать было невозможно в выходные дни. И по сей день там бардак полнейший. Очень высокие полицейские. Просьба их, пожалуйста, как-то убрать. Потому что машины просто-напросто висели. Я сам сколько раз езжу постоянно на работу, постоянно на них зависаю. Согласен с вами. Я надеюсь, что наш гость услышит ваш звонок. Могу только в подтверждение ваших слов сказать, что сам через эти лежащие полицейские пытался переехать. Огромный аналит. Машина царапает днищем за вот этот огромный лед. Павел Маркс, еще последний, короткий буквально вопрос перед тем, как мы уйдем на рекламу. Вот вы говорите о расторгнуть контракт. Есть трасса сегодня, да? Где гарантия того, что он на следующий конкурс не заявится? Опять подрядчик, который не сможет выполнять свою обязанность. А для этого нужно прописывать первое. Нужно рублем наказать трассу, и все будут видеть, что нельзя так беспардонно обманывать город. И второй момент, потому что 75 миллионов рублей, если мы взыщем по банковской гарантии, это серьезный финансовый удар по подрядчику. И вторая задача. Включить его в список недобросовестных подрядчиков. И третья задача. Качественно провести аукцион на 2015 год, чтобы прописать все возможные ситуации, в том числе такие форс-мажоры и такое недобросовестное исполнение. Чтобы даже повода не было расторгать или не расторгать, суды или не суды. Чтобы даже возможности у подрядчика вздохнуть не было. Вот это три базовые вещи, которые позволят действительно качественно убирать. А с юристами мы этот вопрос проработали. Завтра на муниципалитете я подробно изложу и юридическую, и управленческую позицию, которая может быть у исполнительной власти. А уж будет она прислушиваться к депутатам или нет, это мы увидим в ближайшее время. Понятно. Спасибо нашим гостям. Мы продолжим обсуждение нашей темы буквально через две минуты после короткой рекламы. А я хочу в продолжение слов Павла Зарубина сообщить, что заседание муниципалитета в два часа завтра будет транслироваться в прямом эфире. Вы можете сами посмотреть, как происходит обсуждение такой горячей темы, как уборка города. Не переключайтесь, сейчас короткая реклама. Вернемся, у нас в гостях будет депутат муниципалитета Павел Дыбин и директор ООО «Автодор» Шахлар Султанов. Это тоже одна из организаций, которую выбирает наш город.